В квартирах этих ярко-розовых домов быт идет полным ходом. Долгие годы здесь живут иркутяне. Среди них дети, пожилые люди, инвалиды. То, что с их жилищем что-то не так, говорят заметны даже невооруженному глазу дефекты. Обвалившаяся обшивка, ржавчина на балконах и трещины. Возведение объекта застройщик не завершил. Начатое люди доводили до конца своими силами, но все равно здание в эксплуатацию не ввели. Прописки, сделки, связанные с домами, невозможны. Люди ждут окончания строительства. На сегодняшний день проблема такая. Два года назад за достройку взялся фонд, фонд обманутых дольщиков, который был организован при правительстве Российской Федерации. Степень готовности домов очень высокая. От 85 до 95 процентов. Здесь, в принципе, все сделано, осталось немножко. Как отметил директор фонда защиты обманутых дольщиков Иркутской области, сейчас строить дома практически невозможно. Для этого нужно сначала устранить все инженерные несоответствия. Их вывели во время экспертизы. Были установлены ограниченная работоспособность, а в некоторых местах даже аварийность вот этих зданий, так как эти дома были введены в эксплуатацию и в соответствии с жилищным контекстом они эксплуатируются незаконно. Фактически достройка этих домов может на 25-26 год затянуться, что регламентом не предусмотрено. С 127 федеральным законом и 218 федеральным законом предусмотрено, что достройка объекта должна быть в течение трех лет. Если нельзя достроить – компенсация. Сроки и цена – это два фактора, из-за которых фонд обратился в правительство с рекомендацией возврата объекта в конкурсную массу. Людям предложили компенсацию. Те варианты, которые нам предлагают, первый – достраивать своими деньгами и дальше, а второй вариант – получить компенсацию. Но компенсация предлагается в таком объеме, который не покроет не только стоимость жилья, но и тех расходов, которые мы понесли за 16 лет. Люди надеются, что их жилье все же достроят. Отметим, по решению областного арбитражного суда в возвращении объекта в конкурсную массу отказано. Сейчас это обжалует фонд в апелляционном формате. Дарья Макарова, Иван Прокудин, Артур Ращупкин. Новости сейчас.